Давайте продолжим. У этого свойства замкнутости есть одна замечательная особенность. Если форма замкнута в какой-нибудь такой области, например, в открытой области без точки, давайте какую-нибудь отдельную точку назовем, а, да? Инференциальная форма. Значит, речь идет про двумерный случай. f это u от x, y до x плюс v от x, y до y. φ замкнуто в области без точки. И оказывается, что функции u, x, y и v, x, y непрерывны во всей области. Ну, или могут быть продолжены до непрерывных. Что означает, что просто вы можете приписать такое значение функции u и v в точке a, чтобы получилась в целом непрерывная функция в открытой области. То тогда на самом-то деле форма φ замкнута в z целиком. Вот. Да? Да? Вот. Значит, на самом-то деле вместо этого условия достаточно предполагать, что просто u и v ограничены в окрестности точки a. Значит, мы с вами помнили, что для формы dz на z это было не так. Ну, и в самом деле она в окрестности своей особой точки 0, ни функции u, ни функции v не были ограничены. Поэтому в данном случае эта теорема неприменима. Но если оказывается, что они ограничены, то единичную точку можно исключить и оставить, значит, продолжить условия замкнутости на всю область g вместе с этой точкой. Давайте это проверим. Это очень легко проверить. Значит, что мы должны проверять? По условию мы должны проверять это условие для всех на свете прямоугольников. Правильно? Вот. Теперь давайте посмотрим, какие у нас бывают прямоугольники a. Во-первых, бывают прямоугольники p, в которых точка не попадает. Тогда нет никаких проблем, мы с вами знаем, что интеграл по этому, по границе этого прямоугольника равен нулю, раз форма замкнута. И тут никакой сложности нет. Следующий случай – это когда точка a попадает на границу прямоугольника. Значит, у нас тут есть обход. Точка a в точности лежит на какой-то из границ. И третий случай – когда точка a попадает внутрь этого прямоугольника. a лежит в внутренней степени. Значит, второй случай можно свести к третьему. Почему? Ну, потому что мы можем всегда добавить вот такой вот, чуть-чуть изменить наш контур. И сделать прямоугольник, добиться того, чтобы прямоугольник обходил точку a. Вот. Потому что по… Значит, давайте подумаем, что сразу-сразу оба случая вместе докажем. Значит, первое, если a лежит в центре, мы можем как чуть-чуть увеличить этот прямоугольник, так и чуть-чуть его уменьшить. Почему? Потому что… Вот смотрите, вот у нас точка a лежит на границе. Да? Давайте разобьем это на маленький прямоугольничек высоты дельта здесь. И маленький прямоугольничек ширины дельта здесь. Дельта столь маленькая, что вся эта картинка лежит внутри. После чего у нас будут четыре прямоугольника. p1, p2, p3, p4. То, что они не составляют решетку, никакой беды не составляют, потому что интеграл все равно переписывается в виде суммы интеграл по d, p, φ. Переписывается в сумму по k от единицы до четырех. Инеграл d, p, y, φ. Вот. И что у нас с вами получается? У нас с вами получается, что три из этих интеграла очевидным образом обнуляются, потому что внутри них точки a нет. И остается только интеграл по прямоугольнику 2. Напоминаю, что по 2 зависит от дельты. И дальше наступает очень такой простой, но тем не менее важный шаг. За счет того, что наши функции ограничены в окрестности точки a, мы это предположили, основная оценка на дифференциальную форму дает нам, что интеграл d, p, 2, φ не превосходит, ну чего, какого-то максимума, какой-то единой константы, на длину этого контура. А длина этого контура, она порядка дельта. Ну, допустим, 4 дельта. Поскольку вот это выражение верно, это тождество верно для любого такого прямоугольника, то мы можем дельта устремить к нулю и получить, что вот эта штука стремится к нулю, ну и, значит, исходный интеграл был равен нулю. Заметим, что для формы d, z делить на z у нас такой фокус не пройдет. Почему? Потому что мы будем уменьшать длину контура в 10 раз, ну и функция наша в 10 раз возрастет. И никакого предельного перехода не получится. Значит, это для точки, лежащей на границе, а для точки, лежащей в центре, мы разобьем это на два прямоугольника, так, чтобы в каждом из них точка A лежала на границе. Ну, а для ограниченной точки мы, значит, проведем то же самое рассуждение, что и здесь. Вот. Нетрудно видеть, что даже эти условия можно немножко ослабить, ограниченной заменять на какую-нибудь там суммируемость или еще что-то, но это обычно не требуется. Главный случай, когда эта теорема применяется, когда просто функции U и V оказываются ограниченными в окрестности точки, тогда форма оказывается замкнутая в области целиком. Значит, эта теорема, которую мы сформулировали, называется теорема об устранимой особенности. Устранимые особенности. Ну, и мы еще немножко, значит, ее потом будем обсуждать. Для аналитических функций это тоже верно, что если у вас функция аналитическая в области без точки и оказывается ограниченная в окрестности этой точки, то тогда обязательно ей можно приписать какое-то значение в этой точке, чтобы она стала аналитической в области. Это довольно важное соображение. Мы в будущем будем его применять. Следующий результат, который я хочу доказать, это малая формула Каши. Малая формула Каши заключается она вот в чем. Что если у вас есть область G, есть точка W и круг радиуса R, BRW такой, что этот круг, замкнутый круг, целиком лежит в нашей области G, вот целиком внутри. тогда вы имеете право написать значение функции F, значит, F голоморфно в G. тогда F от W – это 1 на 2 Пи, интеграл по контуру гамма, где гамма – это граница этого круга. давайте я сразу напишу параметризацию, значит, гамма – это W плюс R на E в степени 2 Пи и Т, T от 0 до 1. Значит, малая – это здесь, потому что контур специального вида – это окружность, но на самом-то деле, конечно, это верно и для любого контура, который один раз обходит точку W, но для этого нужно чуть-чуть поговорить про гомотопию. У вас было на геометрии слова «гомотопия» и кто-нибудь слышал? «Гомотопные пути» наверняка все это было, да. Ну, пока мы вот в самом простом таком случае смотрим, значит, у нас просто окружность. Вот. Ну, давайте ее докажем, это несложно. Давайте ее докажем. Значит, что мы с вами делаем? Давайте заведем такую функцию. H от Z, равную F от Z минус F от W на Z минус W, когда Z не равно W, и F' от W, когда Z равно W. Значит, что у нас с вами получается? Получается некоторая функция, про которую мы уж точно знаем, что H голоморфно в G без точки W, W, а напоминаю, что голоморфность, как мы знаем, с вами влечет то, что форма H от Z на DZ замкнута в G от W. И так, как мы знаем с вами ее голоморфность в самой точке W функции F, то это означает, что функция H ограничена в окрестности точки W. Таким образом, вот эта форма, которую можно переписать в вещественный вид, но мы не будем, она замкнута в области без точки и ограничена в окрестности этой точки. В этот момент мы воспользовались тем, что мы что-то знаем про то, как эта функция H получилась. Это значит, что интеграл по любому контуру гамма, не по любому, а по кругу, как минимум, да? H от Z на DZ равен нулю. Давайте напишем, что это значит. Значит, это значит, что интеграл F от Z минус F от W на Z минус W DZ равен нулю. Почему еще раз H от Z? Ну, H от Z. Что? Значит, смотрите, функция H изначально у нас была галоморфна в области без точки, значит, эта форма замкнута в области без точки и ограничена в окрестности этой точки, это мы воспользовались галоморфностью F. Значит, эта форма H от Z от DZ замкнута вообще во всей области. Раз она замкнута, значит, она галоморфна. Значит, интеграл по кругу равен нулю. Ну, а теперь распишем это на два интеграла. Значит, первый интеграл будет такой, какой нам надо. F от Z на Z минус W DZ по гамма. А во втором интеграле F от W мы можем вынести за скобку, потому что этот множитель не зависит от интегрирования, переменного интегрирования. получается вот так. Ну, а мы с вами знаем, что точка W лежит внутри контура гамма, внутри этого круга. И на предыдущей паре мы с вами вычисляли, что в этом случае значение этого интеграла равен 2π. поделив на 2π, мы получим требуемую формулу. Все. Все очень просто. На самом-то деле, конечно, то, что гамма – это окружность, не очень важно. Что гамма – это окружность, не очень важно. И это одна из базовых формул комплексного анализа. На ней очень-очень много что основано. В частности, смотрите, давайте немножко в этот момент остановимся и обсудим, что происходит. Одна из мотивировок, почему надо было рассматривать равномерно сходящиеся степенные ряды, была в том, что для таких рядов верны теоремы единственности. Если есть набор точек, которые имеют точку сгущения внутри какой-то области, то значения в этих точках полностью задают функцию в этой области. Это было два семестра назад. Но теорема единственности не всегда дает способ восстановления, потому что по значениям в точке вы можете как-то сложным образом определить, какие производные в точке, определив все значения всех производных в точке, можете написать степенной ряд. Это как бы ваш способ восстановления функции, если мы хотим не просто единственность, а узнать, как функцию восстанавливать. В этой формуле, формуле Каши, чтобы написать правую часть, нам надо знать значение функции f только по какому-то контуру. Контур это, конечно, много. Это гораздо одномерная какая-то кривая, гораздо более массивная, чем последовательность точек, имеющих сгущение. Зато формула восстановления функции f оказывается предельно простой, правда? Зная значение функции f только на контуре, вы можете написать значение в любой внутренней точке, просто проинтегрировав его с вот этой функцией, которая называется ядро Каши, 1 на z минус w. И несмотря на то, что это известно уже полтора века, до сих пор правильное применение в правильном контексте формулы Каши может давать новые и неожиданные результаты. Это базовая формула комплексного анализа. Как я уже говорю, верна она, конечно, не только для круга, а просто для любого контура обходящего точку. Это мы обсудим чуть-чуть позднее. Ну а теперь мы уже готовы доказать нашу цель, которая была заявлена на первой лекции, а именно то, что голоморфность речет аналитичность. Так, чтобы лучше стереть, давайте ничего не стирать. Да, конечно. Ну потому что, понимаете, если вы... У вас же ничто не мешает окружности обойти два раза. И у вас тогда тут появится множитель 2, правда? Нет, чтобы об этом аккуратно говорить, требуется понятие, как можно, так сказать, что два пути гомотопны. Давайте, значит, к этому чуть позже. Пока у нас эта формула доказана для окружности. И входа окружности один раз. И этого уже хватает, чтобы наказать следующую теорему. Пусть F голоморфно в области G открытой. Z0 лежит в области G. R это расстояние от Z0. Ну, можно сказать, до границы, а можно сказать до дополнения. Это одно и то же, да? До дополнения. Тогда F можно представить рядом по степеням Z-Z0. То есть это C0 плюс C1 на Z-Z0 плюс C2 на Z-Z0 в квадрате плюс и так далее. При этом этот ряд будет сходиться как только вы попадаете строго в дуторе. Ну, потому что, формально говоря, у вас область может выглядеть как-то так. И у вас круг может в двух, одновременно в двух точках границ и касаться. Но внутри всегда сходимость есть. При этом, естественно, что когда вы рассматриваете компактное подмножество круга, ваша сходимость будет равномерна по этому подмножеству, как для всякого уважающего себя степенного ряда. да? Хорошо. Давайте, 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 значит, это докажем. Если мы это докажем, то все. Мы доказали, что галаморфность вредет аналитичность. Более того, мы доказали не просто, что в каждой точке есть круг, в котором сходится соответствующий степенный ряд, но то, что радиус сходимости этого ряда мы можем в качестве радиуса сходимости взять расстояние до границы. Там Z и V, наверное, надо что-то поставить. Что еще раз? Там либо Z, либо V надо поставить. Да, для точки, сейчас, вот, значит, вот тут Z, да, вот тут тоже Z. Вот, значит, точки Z, да, равняется вот этому. Хорошо, давайте доказывать. Давайте доказывать. Ну, значит, что мы сделаем? Мы воспользуемся формулой каши, малой, которую мы вправе писать для любого круга радиуса меньшего, чем R большое, да? Этот круг целиком лежит в области, поэтому мы можем ее написать. Значит, F от W, ну и что? Давайте от W все-таки напишу, там то, что там переменная Z, не очень страшно. 1 на 2Pi на интеграл по гамма, ну давайте индекс вот этот возьмем, гамма R, значит, гамма R это Z0 плюс R на E в степени 2PiT, T от 0 до 1. F от Z Z-W DZ. Дальше мы делаем дальше мы делаем тот трюк, который мы с вами уже видели, а именно пытаемся написать тут Z-Z0, а тут написать W-Z0, которая по модулю меньше, чем Z-Z0 и поделить. Значит, на что мы должны делить? Мы должны делить на Z-Z0, то есть интеграл по 2Pi, интеграл F от Z на Z-Z0, гамма R, а здесь давайте напишем 1 на 1 минус W-Z0 на Z-Z0 DZ. Это раскладываем в геометрическую прогрессию и получаем 1 на 2Pi, отыграл по гамма R F от Z на Z минус Z0 DZ плюс сумма пока от 1 до бесконечности. Теперь, что у нас выносится? Что у нас автоматически выносится? W минус Z0 в ката и то, что не зависит от переменной интегрирования, правильно? Тут остается интеграл по гамма R F от Z на Z минус Z0 в K плюс 1, да? Значит, тогда тут тоже K плюс 1, K плюс 1, K плюс 1, DZ ну, в этом все узнали F от Z0. Что еще раз? Нет, нулевой член я вынес отдельно. K от единицы и тут K нет. K должно быть, да, давайте это K плюс 1 просто сотру. Нет, сейчас. Значит, вот это мы раскрываем в виде суммы 1 плюс V минус Z0 на Z минус Z0 плюс V минус Z0 на Z минус Z0 в квадрате плюс и так далее. Значит, эта степень должна быть K, а эта степень должна быть K плюс 1, потому что степень тут от степени при Z минус Z0 от степени при W минус Z0 отличается на единицу, да? Тут K т степень, тут еще константа перед суммой. Что? Константа перед суммой 1 делить на 2π. Да, и константа перед суммой 1 делить на 2π, совершенно верно. Значит, при этом это последнее действие, опять же, законно, из-за того, что у нас всегда есть равномерная сходимость, потому что мы находимся в круге чуть меньшего радиуса, и когда мы точку W зафиксировали, Z бегает по окружности, радиус R маленькая, поэтому все перестановки законны. Ну, ну и все, собственно говоря, этот ряд у вас уже написан. Давайте его просто узнаем. Тут написано F от Z0, тут написано сумма по K от единицы до бесконечности W минус Z0 в катой, давайте ее переделываем на Z минус W в катой и минус 1 в степени K, да, тут написано 2π, а тут написано интеграл по гамма R F от Z на Z минус Z0 в K плюс 1 и DZ. Ну, и вот это все вместе. Давайте я, значит, что мы начинаем с сейчас W минус Z0, я прошу прощения, W минус Z0, значит, это, давайте я перепишу еще раз аккуратно, чтобы было прозрачно, что происходит. Значит, мы начинали с тем, что мы раскладывали F в точке W, W минус Z0 в катой, а все остальное я должен собрать в коэффициент, это 2π, знака не нужно, что? 1 делить на 2π, 1 делить на 2π, значит, 1 делить на 2π, а тут F от Z DZ, Z минус Z0 в катой, и все это вместе, АК плюс 1, все это вместе от W не зависит, и я могу это обозвать коэффициентом CKT, да? Вот. Ну и поскольку мы заранее знали, что соответствующий ряд равномерно сходится, равномерно на компактах, то мы получили разложение в любом, при любом R-мавом меньше, чем R-большом, ну, значит, и во всем во всем круге такое открытом такое разложение есть, мы разложили функцию в равномерно сходящийся степенной ряд, и тем самым доказали ее доказали ее аналитичность. Вот. Так что, главная наша цель достигнута. Теперь давайте чуть-чуть шире эту теорему сформулируем, и тогда у нее появится появится имя. Когда у нее появится имя? Значит, теорема Морера. Морера, которая говорит, что следующие три вещи аналогичны. Значит, мы предполагаем, что F непрерывно в открытой области G комплексной плоскости, тогда следующие три вещи эквивалентны. Первая F аналитично в G, вторая F гламорфно в G, и третья форма F от Z DZ замкнута в G. Собственно говоря, мы все уже доказали. Эквивалентность 1 и 2 значит, из 1 в 2 была в прошлом семестре, из 2 в 1 только что доказали, из 2 в 3 была теорема, из 3 в 2 мы тоже смотрели, что происходит, потому что если форма замкнута, то в точке выполнены уравнения Каширимана и есть гламорфность. соответствующая. Таким образом, все импликации тут уже доказаны, мы просто это объединили в одну теорему и вот в таком виде она называется теоремой Морено. Хорошо. Давайте теперь некоторые простые, но очень важные следствия из вот этого из вот этого факта и интегральные формулы Каши извлечены. первое важное следствие это теорема о среднем. давайте проинтерпретируем формулу Каши вернем ей ее вещественный вид. У нас там интегрирование было по комплексной дифференциальной форме ДЗ давайте попытаемся ее обратно вернуть значит к вещественному виду. Итак, у нас есть f от W равняется интегралу по гамма 1 на 2 пи f от z z минус W dz давайте напишем значит в качестве параметризации контура r на e в степени 2 пи и и посмотрим что здесь получится здесь получится 1 на 2 пи интеграл от 0 до 1 d w плюс r на e в степени 2 пи и т делить на w сократиться r на e в степени 2 пи и т ну что дифференциал что кто куда делся пум 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 да f z конечно никуда не делась f z здесь есть давайте я его сюда пишу иначе я очень очень ловко посчитал посчитал значение любой функции точки 1 интеграл f но тут я должен писать значит w плюс r на e в степени 2 2 пи и t вот значит внутри дифференциала константа пропадает r сокращается от играл от 0 до 1 и это экспонента тоже сокращается константа 2 пи плюс это дифференцирование тоже сокращается и остается интеграл от 0 до 1 f от w r на e в степени 2 пи и t dt то есть как бы уже вещественный интеграл и мы получили замечательное свойство что значение функции f если она оказывается аналитичной в области g оказывается равным среднему значению по окружности обходящей точку w вещественно вы можете написать это для каждой окружности и получить то же самое для круга давайте я напишу что точно так же вы можете написать ну давайте чтобы среднее по окружности мы перенормируем значит напишем это в такой формулы средних формулы это я просто чуть-чуть перенормировал окружность вот так вот да 2p длина окружности ну и написав это для всех окружностей проинтегрировав округу мы получим вот такое что это равняется круг pi r квадрат у нас да площадь среднему по кругу f от z но только не d z как только я тут напишу d z будет 0 правильно а мне бы хотелось положительную значит тут написать d x d y то есть значение аналитической функции равняется среднему значению по окружности или среднему значению по кругу заметим что из этой формулы следует это из вот этой вот это тоже может непосредственно следовать если вы посмотрите разности перейдете к пределу заранее например знаю что функция f непрерывна потому что по тонкому кольцу тоже ваша формула будет и вам надо аккуратно перейти к пределу это требует некоторой тонкости но нам это нигде нигде не понадобится вот если вы посмотрите внимательно на эти формулы то они вообще не не комплексные да можно просто на функцию вещественную наложить например требование чтобы было выполнено это или это свойство да чтобы значение функции равнялось среднего почему-то это один из эквивалентных способов определить то что называется гармоническими функциями вот давайте пока мы значит определим их немножко по-другому а именно определение что функцию у ну вообще говоря просто интегрируем но давайте я буду считать непрерывной для простоты уже называется гармонической давайте и это даже уберу потому что это будет следовать если она является вещественной частью какой-то аналитической функции f маленькая это вроде бы не очень не очень так сказать естественное определение но смотрите для гармонической функции эти формулы тоже выполняются потому что справа и слева можно просто отделить вещественную часть имнимую получить что-ли вещественной имнимой тоже будет тоже будет верно вот но как мы потом увидим функцию у можно и определить этот класс гармонических функций и непосредственным некоторым уравнением на функцию это уравнение лапласа кто видел уже уравнение лапласа где-нибудь один человек да мало хорошо ну а пока давайте еще какое-нибудь простое простое следствие основных вещей базовых вещей комплексного анализа значит смотрите смотрите у аналитической функции уже есть одно волшебное свойство давайте посмотрим на модуль F и оказывается что если у нас есть внутри открытой области G ну какой-то для начала круг то максимум модуля F значит круг B по F от Z по Z из замкнутого шара равняется F от Z 0 где Z 0 лежит на границе этого шара ну или круга то есть максимум функции достигается на границе и минимум минимум F от Z по Z с B равняется какой-то другой разумеется точке скорее всего на границе почему это так кто мне может сказать это словами двумя буквально что ну а почему хорошо значит смотрите у нас есть непрерывная функция вплоть до границы непрерывная функция на компактном множестве обычные топологические теоремы как теорема Вейерштрассе говорит нам что максимум непрерывной функции на компакте где-то достигается если он достигается внутри то давайте посмотрим любой круг который лежит внутри этого круга и на нем мы получаем неравенство что с одной стороны вот это значение максимальное а с другой стороны вот эти все значения не больше максимального правда и это означает что если максимум достигается здесь то на всей окружности должно быть одинаковое значение правда таким образом у вас на всей окружности должно быть одинаковое значение ну и во всем круге потому что окружность мы можем брать любую таким образом у вас получается что ваша функция равняется константе на целом внутреннем кружке но эта функция все-таки аналитическая для них верны теоремы единственности да если есть констант на целом круге значит она вообще константа ну а если она вообще константа то значит в частности одна из точек максимума лежит вот здесь на границе что 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 так стоит модуль хорошо давайте 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 поправляйте рассуждение почему значит если стоит модуль то все равно но это замечательным образом подходит значит что вы знаете вы знаете что у вас по целому кругу модуль функции является постоянным почему из этого все следует мы сделаем сделаем так чтобы этот круг касался границ что еще раз если функция у нас непрерывная и у нее модуль постоянен и не ноль то она знак не ноль правда чего какой знак это комплексное число поэтому тут со знаком тяжело значит тут было сказано правильно что можем взять максимальный круг который касается вот этой точки тогда по крайней мере в этой точке границы мы получим то же самое значение по модулю поэтому всяко можем выбрать точку из границы но все-таки остался вопрос а почему если точка лежит внутри круга почему у нас остается значит почему почему тогда целиком функция равняется константе она может быть равняться константе только по модулю правда ну вот давайте значит я оставлю это в качестве упражнения значит сам факт мы доказали да потому что действительно можно взять круг касающийся если значит максимум достигается внутри возьмем круг касающийся внешнего круга и тогда из неравенства о среднем следует что модуль функции одинаковый везде на всей на всей границе упражнение докажите докажите что тогда f просто константа комплексная не модуль f константа а просто f константа но это на самом-то деле значит нетрудно увидеть потому что если у вас аргумент тут хоть где-нибудь разный то в этом интеграле сокращение начнется ну потому что когда вы пишете оценку ставите тут модуль и вносите оценку интеграл модуль интеграла не превосходит интеграла модуля чтобы вам чтобы достигалось равенство нужно было чтобы у всех этих чисел были одинаковые аргументы ну напишите аккуратно это не сложно но сам факт мы доказали таким образом таким образом это аналитическая функция и максимум и минимум принимает на границе значит как это надо воспринимать надо воспринимать что модуль аналитической функции никогда не может быть единственное вы пишете модуль аналитической функции это поверхность да про саму аналитическую функцию думать трудно потому что это c на c то есть это vr-4 какой-то объект да а модуль аналитической irdа надкомплексной плоскостью и это поверхность она никогда не выглядит как горы Не бывает вершин и не бывает впадин. Она всегда выглядит, как седловые точки. Вот седло, когда вы переходите ущелья, от вас справа наверх, слева наверх, а вперед вниз и назад вниз. Вот как седло она может выглядеть. У вас, какой бы вы круг ни взяли, у вас и максимум, и минимум будет на границе. У вас не бывает внутри у модуля локальных максимумов и минимумов. Вот, потому что любой области и максимум, и минимум будет достигаться на границе. Хорошо, я думаю, что давайте сделаем перерыв. Формула Каши мгновенно дает несколько других важных следствий, помимо теоремы о среднем. Например, теорему Леувилля. Вот не ту, которую мы упоминали вчера, а гораздо более известную, которая говорит, что если функция F аналитическая в комплексной плоскости, такие функции называют целыми, но мы пока просто скажем, аналитическая в всей комплексной плоскости, и ограниченная, то это значит, что F константа. Есть знаменитый анекдот по этому поводу, когда профессор на лекции формулирует эту теорему, из аудитории раздается возглас. А как же синус? Вот, профессор дописывает, кроме синуса. Вот. Так почему синус-то не подходит? А почему не ограничен? Намнимо если он не ограничен, да, нам вещественно ограничен. Хорошо, давайте ее докажем, это совсем не сложно. Значит, у нас есть очень сильные условия аналитичности во всей комплексной плоскости. Это значит, что мы можем брать круг любого радиуса. Значит, напомню нашу формулу. F от W равняется 1 на 2Pi. Интеграл по... Ну и давайте, значит, возьмем круг с центром. Значит, модуль Z минус W равняется R большому. F от Z. Z минус W dz. Да? Давайте посмотрим и продифференцируем эту формулу по W. У нас уже было на самом-то деле это выражение. Если вы сравните выражение для ряда Тейлора, которое мы получили через формулу Каши, и выражение, которое, значит, мы знаем для коэффициентов ряда Тейлора через коэффициенты, это будет то же самое. Но для первой производной можно непосредственно продифференцировать под знаком интеграла минус, и один получается отсюда, и второй минус от дифференцирования. И все сходимости тут равномерные на компактах, а поскольку у нас имеется эта формула верна для любого R, то мы, значит, вправе дифференцировать под знаком интеграла. И заметим, что эта формула, правая часть, значит, она формально зависит от R, а на самом деле не зависит. И мы можем в ней R устремить к бесконечности. Давайте посмотрим, что при этом происходит. Происходит удивительная вещь. Давайте напишем очень грубую оценку правой части. F от Z, Z минус W, Z минус W равняется R, DZ. Значит, мы напишем ее так. Вот тут была константа по модулю 1 на 2π, тут была 2πr, это длина окружности радиуса R, а осталось у нас максимум функции модуль F от Z по вот этой вот окружности. Но наше предположение столь сильное, мы предположили, что вообще функция ограничена глобально. Ну и значит, это не превосходит... Так, а что я Z минус W в квадрате? Вот. Не превосходит вот этого. Какой еще я множитель забыл? Я еще забыл оценить вот это по модулю, да? А это по модулю нам дает 1 на R квадрат. Без этого оценка была бы тривиальной. Итого у нас получается 1 на R на супремум модуля F. Это некоторая величина, которая от R не зависит. Устремим R к бесконечности. Потому что это же верно для любого R. И получим оценку на правую часть, что она все меньше и меньше и меньше по модулю. Это значит, что F' в этой точке, W, равно 0. Но мы начинали с какой угодно точки, правда? Значит, F' в каждой точке равно 0. Значит, она константа. Теорема Леувилля мы доказали. Следующая вещь, которую можно доказать из формы Мукаши, хотя это не самый простой способ ее доказывать, это основная теорема алгебры. Она у вас уже была, да, на алгебре? И не только на алгебре. Что еще? Еще на геометрии. Хорошо. Ну вот, давайте докажем ее и на анализе, методами комплексного анализа. Что если есть полином P от Z, то у него N корней с учетом кратности, но на самом-то деле, значит, хорошо, основная теорема алгебры. Теорема алгебры. Что полинома P, N корней с учетом кратности, но мы будем ее в такой формулировке доказывать, что если есть P, неравный константе, то существует Z0, что P от Z0 равно 0. Ну, потому что если вы знаете корень, то вы можете поделить на Z-Z0, получить многочлен степени на 1 меньше, к нему опять применить этот результат. Это то же самое. N корней или доказывать существование одного. Так, а может быть, кто-нибудь уже быстренько скажет, как ее из каши или из Лиу Вилли, из чего-то такого вывести. Давайте немножко поспекулируем. Ну, хорошо, если это сразу не видно, давайте, значит, это рассуждение проведем. Оно тоже такого рода, такого, такого, такого рода идеи очень часто возникают в комплексном анализе. Это такой простой, но эффективный инструмент. Что вы знаете про функцию P от Z? Вы знаете, что это многочлен. АН Z степени N плюс АН минус 1 Z степени N минус 1 плюс и так далее, А1Z плюс А0. И вы абсолютно не знаете, как эти вещи сокращают друг друга при маленьких Z, правда? Потому что, ну, коэффициенты какие-то, тут разные углы эти вектора, значит, могут смотреть в разные стороны. Это совершенно непрозрачно и тяжело определить, что происходит с многочленом внутри. Но что вы точно знаете, что на больших кругах этот член доминирует, правда, что если R достаточно велико, то модуль P от Z больше либо равен, ну, давайте я напишу, значит, модуль АН пополам на R в степени N при модуль Z большем R. Ну, просто потому что у вас все остальные члены в сумме будут давать меньше, чем половина первого. Ну, можно явно написать, какое R через коэффициенты, но это понятно, да? Коэффициентов конечное число, каждый по модулю, начиная с какого-то места, проигрывает первому. Что это означает? Это означает, что P от Z, модуль P от Z стремится к бесконечности, ну, когда Z стремится к бесконечности, ну, или модуль Z стремится к бесконечности. Давайте рассмотрим, предположим, что корней нет. Что корней нет. Рассмотрим функцию единицы на P от Z. Это функция аналитическая, тогда тоже во всей плоскости, правда? Потому что раз корней нету, то единственная проблема может быть, только если P где-то в ноль обращается, да? Ну, производную можно в комплексном смысле взять, по штрих, там, по квадрату. А с другой стороны мы знаем, что есть стремление к бесконечности, и значит, эта функция ограниченная, оказывается. Ограниченная и аналитическая в C. Ну, значит, она константа. Ну, значит, и сама P была константой. Это не самый простой способ доказывать основную теорию алгебры, ну, по крайней мере, такая вот связь имеет место быть. Хорошо. Давайте двигаться дальше. Следующее важное соображение заключается в том, что вот у нас, значит, гломорфность или аналитичность равносильно замклатости формы F от Z, D, Z равносильно локальному существованию первообразной функции, да? Вот. А с другой стороны, глобальное существование первообразной не вполне понятно, есть оно или нет. И как это определять? Вот тут, собственно говоря, уже было высказано предположение, что для односвязных-то областей это так, и это мы с вами, значит, докажем. Но даже для неодносвязных областей, так, все знают, что такое односвязная область, да? Да. Для неодносвязных областей тоже бывает так, что у функции, у конкретной функции с особенностью находится первообразная. Вот, значит, мы обсуждали, что если есть область, содержащая ноль, то у DZ на Z почему-то не оказывается первообразной, потому что мы можем обойти вокруг нуля и заработать 2π. А у функции DZ на Z квадрат наоборот оказывается первообразная. Ну и если тут поставить Z куб, Z в четвертый, то тоже окажется первообразная, несмотря на наличие особенности в нуле. Почему это происходит? Значит, мы всякие геометрические определения дадим уже на следующей лекции, которая будет в следующий понедельник. А пока поприводим разные примеры, что может происходить с продолжением аналитических функций. Ну потому что, смотрите, пускай у нас есть какой-то путь, и мы знаем локальную точность формы в каждой точке. Но наши вот эти окрестности пересекаются. Когда они пересекаются, вообще говоря, нетрудно убедиться, что внутри нее тоже любой замкнутый контур, даже если он вытянут сильно вдоль этого пути, все равно интеграл по нему у аналитической функции будет ноль. И значит, первообразную вдоль пути мы вполне можем растить. Есть одна проблема, что мы можем обойти в какую-то точку, в которой вообще нет аналитичности, или вообще функция не определена, вернуться сюда и получить несогласованное значение. А можем получить согласованное. Это как повезет. С другой стороны, если никаких особенностей нет, то мы можем наращивать наше аналитическое продолжение как-то вот так, чтобы всегда была согласованность, то непонятно, откуда бы эта несогласованность могла возникнуть. Но вот чтобы аккуратно это определить, продолжение вдоль пути нам потребуются некоторые определения и определение гомотопной деформации пути. А пока сегодня попытаемся порассуждать на неформальном уровне, что если есть особенность, то может так оказаться, что мы обошли вокруг особенностей, значение изменилось. А может не измениться. Давайте поприводим примеры. Ну вот первообразное дз-логарифм з-это это чуть более сложный пример. Давайте начнем с гораздо более простого примера, а именно с квадратного корня. Значит, вот есть функция квадратный корень от z. Когда вы так пишете, вы должны задать какую-то область определения у этого квадратного корня, как в школе учат. В школе учат, что квадратный корень только из положительных чисел существует, наверное. Как? Да? Такая тишина. Вот. С другой стороны, если мы, значит, z-произвольное комплексное число, то что такое квадратный корень из z? Это решение уравнения w квадрат равно z, правда? Но этих решений два. И либо вы говорите, что ваша функция многозначна, и начинаете запутываться в том, значит, что у нас есть многозначное отображение, с ними надо аккуратно работать, либо должны угадать или сказать какой-то способ, как из этих двух корней, собственно говоря, выбрать тот, которым вы приписываете корень из z. Да? Вот. Ну, давайте попробуем что-нибудь такое сделать. Один из способов – это такой. Давайте представим z в тригонометрической форме r, e в степени и φ. φ определен с точностью до 2π, но тут мы с вами имеем право указать на канонический способ задания φ. Представим ее в таком виде, и так, чтобы φ было от 0 до 2π, вот 0 включая, 2π не включая. Тогда у нас будет взаимнооднозначное соответствие, да, между всеми комплексными числами ненулевыми, и положительными r, и вот φ вот в такой полоске. Но для 0 у нас вроде нет проблем определить квадратный корень. Корень из земля вроде 0, да? Вот. А квадратным корнем из z объявим следующее. Квадратный корень из r, r не отрицательное число, а тут все с ним понятно. А тут будет и φ пополам. Ну, конечно, это решение уравнения. Если возведем в квадрат, получим вот это. Теперь давайте разбираться. Ну, хорошо, это какое-то отображение. Что происходит с этим отображением? С этим отображением происходит следующее. Вот мы начинаем, значит, начинаем мы с r с плюсиком, вещественной положительной оси. На ней вроде нет другого способа определить квадратный корень, кроме, значит, школьного. Там формально решением является еще отрицательное число, которое при возведении в квадрат тоже дает то, что нужно. Но мы, значит, принимаем положительный корень. Дальше смотрим, что когда мы двигаемся сюда, ну, это какая-нибудь, как минимум, непрерывная функция, но каждый может убедиться в ее аналитичности. Вы можете расписать это по вещественной и мнимой части, да, например, проверить условия Коши Риммана. Вот. Потому что, ну, как еще убеждаться? Ну, вот давайте упражнение на понимание. Проверьте, что функция корень из z голоморфная, например. Голоморфная. Вопрос где? А вот где мы сейчас, значит, обсудим и потом допишем туда. Ну, вот здесь мы идем, 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 все хорошо. Но когда мы вернулись сюда и посмотрим наш квадратный корень для точек, которые близки к вещественной оси, но имеют маленькую отрицательную часть, у нас угол φ будет близок к 2π. Мы поделили этот угол пополам и получили, что мы хотим отобразить ее вот сюда. Таким образом, когда мы дойдем до этой прямой, у нас не только аналитичность потеряется, даже непрерывность потеряется. У нас будет разрыв. Но это же не страшно, потому что аналитическая функция или голоморфная у нас определена в открытой области. Поэтому, если мы посмотрим область С и вырежем из нее луч 0 плюс бесконечность, у нас в этой области вот так заданная функция корень из z вполне себе аналитическая. Поэтому, что такое? У вас, в принципе, область не сильно изменилась, вы из нее немножко отрезали, как бы взяли листик и сделали вот такой вот разрез. Хорошо, теперь давайте посмотрим. Ну, само-то отображение вроде очень-очень хорошее. Неужели, когда мы дошли до этой точки, чем так особен угол 2π, как бы, да, или 0? Он ничем не особенный. В принципе, ничто не мешает нашу функцию, которая вот здесь в окрестности задана, да, вот тут вот, попытаться дальше продлить аналитическим образом, то есть найти какую-нибудь небольшую область дальше, в которой она аналитически продолжается. Ну, точно так же. Мы просто начнем φ считать дальше за 2π, да, и эти точки, точку отсюда брать отрицательное значение корня, там, корень из единицы будет минус единица, и так далее. Но эти значения будут не согласованы с предыдущими. Но на самом-то деле это за счет того, что однозначной функцией квадратный корень является не на комплексной плоскости, а является либо на комплексной плоскости с разрезом. Но разрез вещь неестественная, мы его как бы волюнтаристски сделали, просто для того, чтобы, значит, у нас определение сработало. А можно начинать считать второй лист поверхности и считать, что на втором листе у нас φ от 2π до 4π. Когда мы второй раз обойдем наш ноль, у нас окажется, что значения везде, кроме нуля, окажутся мистическим образом согласованы. Правда? Потому что, когда мы второй раз обойдем, у нас опять корень из единицы будет единицей. Поэтому взаимно однозначной функцией аналитической это будет не на плоскости, а на такой вот поверхности, когда у нас есть два листа, второй пошел лист, а потом он склеился. В пространстве вы это не склеите, но просто после того, как сделаете второй отход, можете отождествить эту прямую и начальную, которую вы начинали. Как нуле, там все еще хорошо. Что еще раз? В нуле же всегда все хорошо, да. Ну, в нуле у вас, да, в нуле у вас всегда квадратный корень из нуля равняется нулю, да. У этой поверхности будет некоторая особая точка, некоторая особая точка. И вот. И в ней вы не можете ряд написать для функции квадратный корень из z в нуле, правда. Поэтому в ней, значит, действительно ничего, ничего уже хорошего не будет. Но во всех остальных точках, на всех вот этих, от всех вот этих особенностей в виде лучей мы можем избавиться, если рассматривать такую поверхность. Ну, каждый уже видит, что если тут будет не квадрат, а куб, то будет трехлистная поверхность. Но бывают и более сложные случаи, а именно многолистные поверхности. Давайте посмотрим dz на z, да. Ну, вроде бы все знают, что первообразная функция единицы на z это логарифм. Логарифм z. Значит, если писать логарифм модуль z, все понимают, что такое логарифм неотрицательного числа. А что же такое логарифм комплексного числа? Его вообще можно очень многими способами задать, потому что если z это r на e в степени и φ, то логарифм z значит, что у нас? φ, опять же, допустим, от нуля до двух π. То логарифм z это вещественную часть имеет логарифм r. Тут вроде никаких, значит, трудностей с этим нету. Плюс что? Ну, плюс и φ, да. Но способов теперь определить этот угол φ очень много, потому что, да, мы сейчас взяли от нуля до двух π, могли взять от двух π до четырех π, или от минус π до π, что иногда тоже естественно, потому что разрез можно делать где угодно. Это наш волонтаристский выбор, что мы его делаем. вещественная оси. Получается та же самая картинка, но только сложнее, потому что, когда мы обойдем, у нас мнимая часть возросла на 2π. Но когда мы еще раз обойдем, у нас еще раз мнимая часть возрастет на 2π, ну и так далее. А можем обходить в обратную сторону, и она будет падать. Поэтому у нас будет поверхность с бесконечным числом листов. Вот. Ну, вот эти все слова, которые я неформально говорил, аналитическое продолжение, еще что-то, они требуют точного придания им точного смысла. На следующей лекции мы этим займемся, но хочется геометрическую картинку увидеть без того, чтобы вводить очень много новых определений. Замечу, что бывают и более хитрые случаи. Давайте на них посмотрим. давайте посмотрим на функцию квадратный корень из z квадрат минус 1. Значит, как бы мы должны про нее думать? Ну, мы можем сказать, что ну, вроде как разрез какой-то должен быть, да, потому что квадратный корень двумя частями и даже два разреза, да, потому что когда там z, у нас разрез, когда z квадрат веществ, квадрат минус 1 вещественно мы так разрез делали. Ну, и получается, что там для положительных, для отрицательных вообще непонятно, что происходит. С другой стороны мы можем эту функцию воспринимать как квадратный корень из z минус 1 на z плюс 1, да? Можем так воспринимать. и пытаться определить ее вот так. Квадратный корень из z минус 1 на квадратный корень из z плюс 1. Каждая из этих функций имеет разрез, и поэтому, казалось бы, картинка должна быть сложной, правда? С другой стороны заметим, что эти два значения квадратного корня отличаются друг от друга знаком. И поэтому, если мы у двух корней одновременно выберем не тот знак, то все это мистическим образом пропадет, правда? И опять мы вернемся к нормальному значению квадратного корня. Кто мне скажет, на какой естественной области эта функция аналитична, заданная? Ну, побольше, чтобы. Понятно, что если вы скажете, что она в каком-нибудь маленьком кружке вокруг точки 10 плюс 10e аналитична, это, наверное, не очень интересно. В какой области кто скажет? Что еще раз? Не очень понятно, почему, а что произойдет, когда мы вот здесь, как мы выбираем? Что? значит, что мы значит, у нас z минус 1 больше 0 это вот такой вот луч, да? Значит, мы хотим, чтобы вот, а z плюс 1 это вот такой вот луч, да? странная какая-то картинка получается, правда? Нет, в другую сторону. А почему в другую сторону? Ну, можем так, хорошо, мы можем сделать разрезы, мы можем сделать разрезы значит, вот так и вот так, да? И выкинуть из плоскости эти два луча, вот. А как еще можем выбрать значение этих квадратных корней? можем их пустить друг против друг друга, это наиболее естественный способ, что мы берем и из плоскости вырезаем замкнутый отрезок минус 1 1 из плоскости вырезаем отрезок минус 1 1 давайте подумаем почему он подойдет подходит или нет как мы кто мне напишет явную формулу которая задает это выражение ну можно в полярных координатах в полярных каким образом мы будем выбирать корень квадратный из этого выражения кто готов сказать нет вы можете задать хоть 10 способов главное чтобы между собой они клеились аналитическим образом да в этом же наша задача то есть вы можете как любой способ придумать задание этой функции главное чтобы она была аналитична во всей области а не только в отдельных кусках да вот как все-таки этот квадратный корень задать аккуратно ну вот для квадратного корня из z я писал вот было r е в степени и фи значит а образ был корень из r е в степени и фи пополам это однозначное правило и она в области безлуча задавала аналитическую функцию а для такой функции какое правило можно придумать подумайте ну смотрите у нас внутри под первым квадратным корнем проблемы были когда там было что-то положительное от которого мы отступали чуть-чуть вниз правильно что-то положительное это должно быть либо z вещественное по модулю больше единицы либо z вещественное по модулю меньше единицы вот как нарисовано на вот этой картинке вот в такой области мы можем задать такую функцию аналитическим образом как точно сказать как эта функция задается ну смотрите вот в такой области эту аналитическую функцию можно задать каким образом давайте просто нарисуем образ вот смотрите значит нас пока не требуется от нас же не требуется сказать что это там максимальная область аналитичности или еще что-то такое просто посмотрим область c без объединения двух лучей значит без луча минус бесконечность минус 1 объединенного с лучом 1 бесконечность да z отсюда это область g тогда где будет лежать z квадрат z квадрат у нас с вами в какой области будет лежать что без луча 1 бесконечность или с лучом 1 бесконечность мы же можем попасть на луч 1 бесконечность нет не можем да потому что чтобы попасть на луч 1 бесконечность нам нужно было с этой точки стартовать поэтому z квадрат во-первых лежит в c без луча 1 бесконечность ну просто образ значит будет вот в этой ну а z квадрат минус 1 попадает в c без луча 0 бесконечность правильно ну а для этой области мы уже знаем как определять квадратный корень правда поэтому квадратный корень не z квадрат минус 1 мы можем корректно определить вот в такой области две полуплоскости соединенные значит плоскость без двух лучей ну или две полуплоскости склеенные по по отрезку ну я не задал это правило формулой но формулу можно легко написать да не сложно но самое главное что наглядно видно да что мы смотрим куда попадает квадратный корень и уже квадратный корень мы знаем как задавать с нужным нам с нужным нам разрезом а подумайте да потому что можно же квадратных корней их много правильно потому что смотрите вот когда говорили что про минус 1 1 давайте вы про это подумайте значит вот до следующей лекции а давайте посмотрим на более простой пример вот есть квадратный корень из z я хочу в качестве z взять вот такую форму числа е в степени и фи и фи будет бегать от минус пи пополам до пи от минус пи до пи ну и я должен что-то включить но вот так вот да а правило точно такое же квадратный корень из z это корень из r е в степени и фи пополам тогда область задания этого квадратного корня это c без отрицательного луча да правда и у вас все корректно и аналитично пока вы не подошли близко к этой границе эту границу вы не можете переходить там даже непрерывность теряется потому что точки которые чуть выше этой границы переходят сюда в положительную мнимую ось а точки которые чуть ниже переходят сюда в отрицательную мнимую ось точки рядом образа далеко и это и это другой квадратный корень с другим разрезом не трудно видеть что мы вообще можем разрез делать где угодно да вот поэтому ничто нам не мешает у этого квадратного корня z-1 каждого в отдельности сделать разрезы которые идут не туда а прямо друг напротив друга вы скажете что но это же только хуже потому что вот у нас один разрез вот второй разрез да что что оно получается не связано но на самом-то деле для квадратного корня в оттуз получается связано почему потому что когда у нас точка находится на обоих разрезах сразу то у нас один раз мы умножаем на минус и второй раз умножаем на минус и при переходе возвращаем значение все равно мы получаем возвращаемся к вот такой канонической канонической области но вот чтобы было минус 1 1 подумайте какую значит функцию мы должны какую какую функцию мы должны мы должны написать вот именно поэтому нам требуется вот эту значит неоднозначность продолжения аналитических функций трактовать одним из двух возможных способов либо вы говорите что функция однозначная но на более сложном объекте которая называется римановой поверхностью либо вы говорите что ваша функция многозначная и приписываете корню z не одно значение а2 и тот и другой варианты приводят к некоторым сложностям техническим иногда содержательным сложностям большим поэтому чаще всего удобно думать что функция определена не на всей плоскости а только на каком-то ее куске но вы обязаны говорить как вы ее задаете когда вы говорите квадратный корень из z вы обязаны сказать а это тот квадратный корень у которого разрез происходит там-то или это квадратный корень из z заданный в этой области ну и тогда более-менее понятно значит как он задан но хорошо сегодня у нас было много комплексного анализа давайте следующего рано